Слава Господу, братья и сестры! Большой привет из Миннесоты! Приятно быть у вас снова здесь. И я вспомнил, знаете, хорошо, когда мы можем славить Бога на разных языках и понимать язык. Я тоже стараюсь украинский учить. Я вспоминаю, знаете, у меня сложно это дело идет. Приехали в Чикаго, сижу на переднем ряду перед конференцией, и брат сзади хлопает по плечу, говорит, брат, а ты приехал один или с дружиной? Но в русском языке дружина – это команда. Я кроме как дружина, команда не знал. Я поворачиваюсь и на полном серьезе ему говорю, да, на нескольких машинах, и так показываю рукой. И, знаете, ну я в тот момент выучил, что все-таки языки нужно учить. И слава Богу, что Бог понимает наш язык. И Бог понимает то, как мы к Нему говорим и обращаемся. Поэтому пусть Господь поможет нам всегда от сердца славить Его имя. Давайте обратимся к Слову Божьему. И если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус Христос начинает служение. И 4 глава говорит о реакции людей, которая была на его первую проповедь в синагоге, изгнании нечистого духа бесовского с человека. И вот люди реагировали, реакция была, 36 стих, говорит нам 4 глава Евангелия от Луки. И напал на всех ужас. И рассуждали между собою, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Вот люди рассуждали над вопросом, какая у Христа власть и сила, которая производит этот результат. Я хочу сегодня нам предложить именно эту тему, порассуждать о власти и силе, которая дана нам через Иисуса Христа, которая была на Иисусе Христе. Почему об этом важно говорить? Знаете, многие вещи, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, повседневные процессы, истекают из понятия, когда есть власть, но нету силы что-то сделать. Наверное, вы знаете, что делегировать или наделить человека властью что-то сделать, пойди сделай, построй, убери, наделить этой властью. И не всегда у человека есть сила на этом. Помните, в Ветхом Завете один из людей одержал очень великую победу над врагами народа израильского. И вот в его руках царь, языческий царь, и один только момент, достать меч и отсечь голову, и все, победа. И вот он решает этой победой поделиться со своим сыном, дает ему меч и говорит, сделай это. И Библия говорит, что не мог он сделать. Была дана власть, но не было силы, потому что слишком молод был. Помните эту историю? Я не могу сейчас вспомнить имен этих людей, но была дана власть, но не было сил. Иногда у человека есть сила что-то сделать. Сила физическая, сила характера есть, но нету власти. И это тоже очень опасная ситуация, потому что, когда человек чего-то добивается силой, но не имея на это власти, это называется революцией. Если человек приходит к власти через силу, через революции, будто в государстве, в стране, в церкви, в семье, то для того, чтобы удержать эту власть, ему постоянно нужно применять силу. И отсюда проявляется деспотизм. Деспотизм в государстве, в церкви, в семье, там, где человек проявляет силу для того, чтобы захватить власть и потом удержать. И иногда смотришь на таких лидеров, неважно, государство, семья, церковь, когда человек пришел к власти силою, ты можешь видеть результат, но за таким лидером, за таким служителем, за его результатом трупы по обочинам. И это очень опасная ситуация, поэтому для того, чтобы была гармония, очень важно обладать не только властью, но и силой. Не только силой, но и властью. Потому когда Христос пришел, людей удивляло в Его служении наличие и власти, и силы. И люди задавали вопрос, и ничто так не удивляло людей, как то, откуда у тебя такая власть, потому что Он учил, как власть имеющий, но вопрос возникал, кто дал тебе эту власть. Или возникал вопрос, откуда у Него такая сила. Вот служение Христа постоянно сопровождало у людей два вопроса. Откуда такая власть и откуда такая сила. Для того, чтобы нам более разобраться в этом вопросе, стоит напомнить, Деяния апостолов, первая глава Христос сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И мы должны понимать, что вместе с силой Святого Духа приходит также и власть. Потому что иногда можно применять силу, можно ухватить ковчег Божий, как это сделали израильтяне, идя на войну с ферестимлянами. Можно мотивировать народ, что у нас нечто есть, у нас есть сила. И написано, так кричали от радости, так топтали сатану, что аж земля стонала, и ферестимляне даже на какой-то момент испугались. Один служитель, который молился за служение, изгнание бесов, он говорит, на ранней стадии моего служения, я когда молился за несвободного человека, я так кричал, что у меня уши закладывало. И через одного человека бес проговорил, не ори, я не глухой. И говорит, я понял, что для того, чтобы можно, можно много прилагать усилий, применять силу, но не имея власти, в результате люди терпят поражение. Потому есть понятие, мы посмотрим несколько текстов, текстов Библии, и я хочу, чтобы мы следили, это очень-очень полезно будет. Есть несколько значений, слово власть и слово сила. Вы знаете, я небольшой любитель там копаться в каких-то греческих переводах, языках, чтобы как-то это все звучало умно, но иногда полезно некоторые вещи разграничить, потому что в русском языке, насколько я знаю, власть, она может быть разная. Может быть судебная власть, может быть моральная власть. И в Слове Божьем есть несколько определений, которые нам говорят о власти. Во-первых, власть есть как понятие авторитет, или латинское слово autorios, то есть авторитетность. Это законная власть, которую, например, обладает врач исцелять или лечить. Когда мы приходим к врачу, он имеет лицензию, то есть ему дана власть. Или полицейскому дана власть остановить. Я, когда прихожу в парикмахерскую, хотя у меня здесь как три волосины, но я всегда имею проблемы, потому что я смотрю, я доверяю свою голову парикмахеру, прямо передо мной стоит лицензия, что ему дана власть стричь меня. Но в то же самое время я понимаю, что будь мое право, будь у меня власть, я бы отнял лицензию у этого человека. Но говоря о такой власти, эта власть еще имеет такое значение, больше как возможность или право что-то делать. Иногда в Америке, ну часто, наверное, так происходит, мы, наверное, находимся в ситуации, где-то в магазине, в банке, у нас возникает спорный какой-то вопрос, и мы хотим поговорить с менеджером. Мы что-то доказываем, и в конечном итоге мы говорим, я хочу поговорить с менеджером. И вот этот человек нам заявляет, а я и есть менеджер. Я говорю, дай мне старшего менеджера, а я и есть старший менеджер. И ты смотришь, и ты понимаешь, что ты ошибся, у него есть власть, но внешний вид его показывает, его обманчив. Тебе хочется, или ты ожидаешь видеть человека такого влиятельного, ну, какое-то представление. Иногда у нас возникает вот это вот обманчивое чувство. Как-то после одного служения еще там, в Беларуси, мы поехали на местный базар за подарком. Ехали сразу на день рождения к отцу и решили с братом купить подарок. Я вышел со служения, костюм у меня, галстук, у меня не было возможности переодеться, и со мной у меня была какая-то папка. Может быть, там конспект проповеди был, но кожаная такая папка. И вот мы идем с братом по базару, представляете, эти палатки, люди торгуют, и я вот прохожу узкие вот эти ряды, и слышу, проходя мимо одной палатки, женщины вслух шепчутся в ужасе друг другу, налоговая пришла. И вы знаете, у меня такое чувство на мгновение, ну, я не просто здесь покупатель, иду с пустым карманом там или что-то, мой костюм и моя папка навели какой-то ужас на продавцов, потому что налоговая, так ходит только налоговая. Но у меня не было никакой власти. Иногда наша жизнь христианская, вот она и заключается в неком костюме и папке, который мы носим. И до какого-то момента приходит ситуация в нашу жизнь сложная, где появляется духовная власть, даже демоническая власть, и мы начинаем прятаться за палатки, потому что у нас нету силы, и у нас нету власти. В Евангелии от Матфея, 9 главе, есть история, когда Христос пришел в дом начальника синагоги, и девица умерла там. И вот в 25 стихе 9 главы говорится о том, что он, когда Христос вошел в комнату, взял девицу за руку, и девица встала. Так вот, в этом месте слово «взял» используется вот это греческое слово как авторитет, как власть. Он взял и не просто поднял, но у него была власть, у него было право делать в этот момент. Евангелие от Луки, 1 глава, когда к Марии пришел ангел и сказал о том, что ты зачнешь в очреве и родишь сына, и она начинает славить Бога. И она говорит такие слова, 51 стих 1 главы, о том, что Бог явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем. Вот эти вот все выражения о том, что Бог сделал, низложил, вознес, рассеял, все это говорит о праве Бога действовать. У него есть власть, у него есть моральное право на это делать, поднять человека или опустить человека. Но самая, наверное, восторженная, самая вдохновляющая власть и сила, которая дается Духом Святым и Христом в нашу жизнь, заключена в Слове Божьем. Если мы говорим о власти, о помазании, то, наверное, не каждый из нас до определенного момента может, скажем, быть в том моменте, когда он говорит, у меня есть и власть, и сила творить чудеса. Я призван к этому. Но когда мы говорим о Слове Божьем, в Слове Божьем заключена власть и сила, которая дана для каждого человека. И Деяние Апостолов, 19 глава, 18 и 20 стихи, Деяние Апостолов, 19 глава, говорит нам о том, что происходило, когда ученики проповедовали Слово Божье. Написано, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшимся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхм. И вот 20 стих говорит, с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Обратите внимание, что Библия говорит, что это Слово было не у апостолов, обращается внимание, что эта сила была у Слова Божьего. И Библия говорит, что два как бы действия происходило в тот момент. Жизнь людей менялась, люди приходили, исповедовали свои грехи, исповедовались и освобождались от старых дел, сжигали книги. И написано, что вот с такой силой возрастало Слово Господне. Вот в этом месте, интересно, используется такое слово Кратос. Слово Кратос, это уже не просто моральное право врача что-то делать, полицейского остановить, запретить или разрешить. Слово Кратос часто используется в отношении царя, который приходит завоевать землю. Это власть, это сила, это способность и могущество, которое превосходит над всеми человеческими ресурсами. Когда царь приходит, когда войско приходит для того, чтобы завоевать землю, это превосходящая сила. И, знаете, Библию люди могут игнорировать. Люди могут говорить, для меня Слово Божье не авторитет. И нам иногда хочется защитить Слово Божье. Иногда кажется, что Слово Божье это как книга, которая постоянно нуждается в адвокате, в защитнике, в объяснении. Когда у нас возникает ситуация, какая-то беседа с человеком, и он опровергает какие-то наши заявления, когда начинается о чем-то спор, и нам хочется привести как можно больше исторических фактов, нарисовать, доказать, археология, наука, показать, что Библия права. Зашел я в библиотеку, я вообще люблю читать, и частый посетитель трех заведений, бани, церкви и библиотеки. И вот захожу и смотрю полка, на которой собраны труды, ну, атеистов, есть такой знаменитый в определенных кругах английский такой атеист Хакинс, и вот такая толстая книга, на что обратил я внимание, толстая книга в соавторстве с другими же такими противниками Бога, творения, вот они доказывали, книга доказывает, что все-таки Земля произошла в результате определенных процессов. Знаете, я открыл эту книгу сплошные формулы, сплошные квадраты, какое-то, и я, мне стало так смешно и интересно, я никогда такой книги не видел. Я понял, для того, чтобы эту книгу понять, нужно две вещи, либо сразу сойти с ума, потом ее прочитать, либо сразу прочитать, потом сойти с ума, потому что по-другому невозможно понять эти все доказательства, умозаключения. Я посмотрел, обратил внимание, книга незатертая, то есть ее даже, ее страшно брать и читать. И я думаю, иногда мы стесняемся за Слово Божье, о том, что Слово Божье не имеет авторитета в глазах этих людей. Да, но Слово Божье имеет власть, Слово Божье имеет силу. Когда я открываю Слово Божье, первые несколько строк, когда я читаю, в начале Бог сотворил небо и землю, и я понимаю, что несколько этих фраз, несколько простых фраз вселяют вдохновение, вселяют власть в мою душу в сравнении с этой толстой книгой, полной глупых умозаключений безумцев, которые сказали, Бога не существует. Поэтому Слово Божье написано, обладало вот такой властью, когда люди приходили и освобождались. И Библия говорит, в послании к Тимофею мы читаем, что для Слова Божьего нет уз. Вот если мы сравниваем какую-то силу, какую-то власть на земле, которая существует, и с чем сравнить Слово Божье? Вот все познается в сравнении. И Библия очень часто приводит разные примеры. Слово Божье иногда молод, Слово Божье является водою, чаще всего используется как вода, Дух Святой используется водою. Вот что такое вода? Мы берем стакан, стакан воды, это, наверное, самое незащищенное, что есть на земле, да? Берегите воду, воды так мало, пресной воды мало, пресная вода заканчивается, в этом вся жизнь, какой-то беззащитный стакан воды. Но что такое вода? Что такое два атома водорода и один атом кислорода? Это взрывная сила на земле. Если правильно расщепить эти два атома, разъединить, если вникнуть вот это простейшее химическое соединение, мы получаем самую взрывную, самую разрушительную силу на планете. И вот иногда часто со Словом Божьим мы держим вот это простое и написано, вначале Бог сказал, и мы так стесняемся, мы хотим что-то добавить в это. Проблема в том, что это как стакан воды, как вот эти два простейших соединения мы держим в руках, и мы не понимаем, что если это расщепить верой, если это правильно использовать в этом кратос, в этом разрушительная сила для сил сатаны, но с другой стороны для меня это жизнь. Подумайте, насколько удивительно все, что создал Бог, когда мы смотрим на законы вселенной, все, что существует в гармонии, оно является таким хрупким, оно является таким незащищенным, оно является таким нежным. Ну подумаешь, что вот этот вот росточек, зеленый росточек, который на дороге, его так легко затоптать, растереть, и он растет, он тянется к свету, но когда смотришь, этот росток пробивает бетон, пробивает асфальт, ты понимаешь, есть некий кратос в творении Божьем, Бог создал все настолько могущественно, сильно, что в какой-то момент, в каких-то обстоятельствах, в этом ростке, в растениях, в воде, во всем, что сотворил Бог, начинает работать его могущественная сила, и Бог говорит, посмотрите на лилии, как они растут, посмотрите на эти творения, если этот росток, которому жизнь дана на один день, но в этой жизни есть достаточный кратос, чтобы пробить всякий асфальт, пробить всякий бетон, чтобы жизнь росла, то Бог говорит, тем более вас, Бог сотворил нас, заложив в нас вот эту силу, но без слова Божьего, мы, друзья, не защищены даже перед этим ростком, даже перед природой, человек без слова Божьего, абсолютное ничто на этой вселенной, без слова Божьего, человек не имеет содержания, он не имеет силы жить, он не имеет силы радоваться, его накрывает любая депрессия, любые обстоятельства выбивают его, и, как говорится, из колеи, он не может благословлять, он не может радоваться, но когда Слово Божье приходит в нашу жизнь, это как вода, Христос сказал, верующие в Меня, которые приняли, из шрева потекут реки воды живой, это не просто стакан, это не просто капли, это поток воды живой, это сила, превышающая силу атома, это сила, превышающая силу водорода, это сила, которая разрушает, и Библия говорит, для Слова Божьего нету ус, во Слове Божьем, что значит нету ус, это Слово, которое освобождает людей, и Слово, которое никто из людей не может поместить ни в какие стены, мы поем иногда такой прекрасный псалом о том, что о любви, которая дана людям через Слово Божье, и в тайные щели, как день золотой, как воздух она проникала, ей дана великое имя, любовь, она к Иисусу призвала, я знаю, что иногда мы задаем вопросы, нас накрывают разные проблемы в нашей жизни, и мы эти проблемы сравниваем, был бы у меня миллион долларов, я бы решил эту проблему, ох, была бы у меня возможность достучаться до начальника, я бы поговорил бы с ним, и согласитесь, для решения всякой проблемы мы определяем какой-то уровень силы или власти, который бы мы ожидали, но нету ничего выше Слова Божьего, когда Слово Божье приходит нашу жизнь, приходит свобода, приходит и благословение, я всегда говорю о том, что какие бы ни были в нашей жизни сложные обстоятельства, в Слове Божьем заключена огромная, огромная сила, и есть ситуации, когда, конечно, мы имеем Слово Божье, и мы говорим, да, я верю, что в Слове Божьем сила, что в Слове Божьем есть власть, но как касается моей жизни, как я могу использовать ту власть, которая дана мне. Часто мы вспоминаем о том, что притча Христос сказал о талантах Евангелия Матфея, 25 глава. Знаете, когда мы читаем эту главу, мы видим, насколько серьезно там дана повеление приумножить то, что дана было этим людям. И написано, когда раздавались таланты, каждому из слуг были данные таланты, соответственно, его способностями, и потом хозяин должен был, спрашивал отчет о том, что вы сделали с тем, что было дано. И вот вы знаете, один человек, он просто закопал свой талант. Почему? Потому что он сказал, что я хотел сохранить это, я знал, что ты человек жестокий, ты сеешь там, где не жнешь, там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал. И это вызывает гнев Божий. Ничто, друзья, не вызывает так гнев Божий, как сомнение в его власти и в его силе. И особенно это касается нашего служения, это касается нашего призвания. Каждый из нас, как христианин, имеет свою меру ответственности, которая нам дана. И я не говорю сегодня о той ответственности, которая очевидна для всех. Я говорю сегодня о той мере ответственности, которая мужьям дана в отношении жен. Библия говорит о том, что мужья имели соответствующее отношение как с наследницем благодатной жизни. Написано, что, дабы вам не было даже препятствий в молитвах, написано о том, что муж является ответственным за то, чтобы дети были в послушании, чтобы детей наставлять в страхе Господнем. и это важная очень задача, которая нам как мужам, как отцам дана пред Богом. Конечно, мы часто как отцы, как матеря, мы находим себя в ситуации, когда мы хотели молиться за наших детей, чтобы наши дети имели все необходимое, все прекрасное. Но, знаете, когда дети начинают болеть, и когда ты стоишь над кроваткой, и ребенок плачет, он не может даже сказать, что ему болит, ты понимаешь, насколько тебе хотелось иметь вот эту власть, возложив руки, чтобы твой сын, твое дитё получило исцеление. Но есть, друзья, есть обстоятельства, есть моменты, которые в нашем доме, в нашей власти мы должны беречь. Иногда приходят болезни, и мы говорим, пришла болезнь, о, значит, что-то в моей жизни не так. Но наиболее мы должны быть осторожны с тем, что мы в наших домах говорим по отношению к Богу, по отношению к Слову Его. Потому что болезнь, если это не смертельная болезнь, мы знаем, что болезнь это временная, какая-то неприятность, простуда, и мы, конечно, молимся, но иногда наши дети здоровы, иногда наши семьи благословенные, но мы своими словами навлекаем очень большое суждение на наши семьи. Помните историю, когда Елисей проходил мимо одного места, и там вышли дети, и они начали смеяться над ним и говорить, иди, пляшивы, иди, пляшивы. И написано, что он проклял их, и вышла медведица, и растерзала 42 ребенка. Я всегда, читая эту историю, задавался вопросом, Господи, с кем проблема? Почему Елисей был таким жестоким? Что он сказал? Там произошло страшное событие, я думаю, ну, дети, что могли дети сказать такого? Ну, был человек без волос, пляшивый, лысый, ну, вы смеяли, ну, быть выше этого. Почему 42 ребенка превратилось буквально в кровавое месиво? Но, знаете, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, это дети, которые вынесли суждение о пророке из своих семей. Потому что в другом противоположной, скажем, сторону, противовес, вспомните ту маленькую девочку, которая совершенно по-другому говорила не иману, о том же пророке Елисея. Находясь в плену, будучи лишенной родителей насильно, она говорила, ой, если бы не иман, если бы господин был в Израиле, там есть пророк. Откуда у этой девочки было такое суждение о пророке? Такой тот же пророк, тот же плешивый, такой же, такого же вида, такой же, может быть, несовершенно физически, но в своем доме она слышала рассуждения родителей, она слышала разговоры, которые не слышали вокруг. И дети выносят из наших домов то, что мы говорим о Боге, то, что мы говорим о церкви. и там нашими словами мы даем Богу право работать в нашей жизни или в жизни наших детей. И, друзья, в этом заключается особая власть, в этом заключается особое для нас благословение, потому что то, как мы говорим о Боге, то, как мы говорим о церкви, то, как мы говорим о служителях, может быть, либо благословением, либо проклятием. Детям очень часто тяжело определить, определить, в какую сторону идти, с кем дружить и с кем быть. Помните сын Саула Иоаннафан, замечательный друг Давида, прекраснейший человек. Что мы можем сказать о нем? Правильные друзья у него были, правильные отношения были, но этот человек погиб на той же горе, где погиб и его отец. Потому что, друзья, мы должны понимать, что наши отношения с Богом во многом определяются тем, признаем ли мы его власть в нашей жизни или нет. Я хотел бы в заключение, подводя итог всему сказанному, сказать о том, что, наверное, если когда мы оцениваем нашу жизнь дни, годы, ходя в служение пред Богом и задав себе вопрос, что бы я хотел передать своим детям? Мы много видели, наверное, если мы будем рассказывать историю нашей жизни, как Бог отвечал, как Бог помогал, мы, наверное, этот опыт не передадим, мы просто передаем воспоминания, мы передаем истории, но что бы я мог передать своим детям? Я думаю, что отвечая сам на этот вопрос, я думал о тех церквях, членами которых мы были, мы меняли место жительства, мы привыкали к одной церкви, к одним людям, к другим, даже церкви менялись, формы служения менялись, стили менялись, и я всегда спрашивал себя, какую веру я должен передать моим детям? какое учение, как научить молиться моих детей? Я пришел, друзья, к одному единственному выводу, единственная моя задача, как отца, сделать все необходимое, все возможное, чтобы мои дети реально встретились с Богом там, где Бог решил с ними встретиться. Мы не знаем, иногда наши дети попадают в такие обстоятельства, попадают в такие моменты, которые действительно, они лично должны пережить встречу с Богом, и со стороны, со стороны мы, как родители, меньше всего хотели бы, чтобы наши дети попали в такую ситуацию. вспомните Иосифа, который находился в своей семье, который был любимым сыном у своего отца, и до момента, когда ему нужно было уйти из своего дома, вы помните, он был послан проведать братьев своих, и родители ему дали направление аж до сихема. Вот насколько мы, как родители, можем дать нашим детям направление в жизни нашим детям, настолько мы это делаем. Мы пытаемся представить, каким будет мир через 10 лет, и пытаемся нашим детям объяснить, что, возможно, через 10 лет придут вот такие времена в страну, примут какие-то законы. Мы пытаемся, учитывая наш опыт, сказать, что, возможно, придут гонения, и за Слово Божье нужно в тюрьму попасть. И мы пытаемся какие-то обстоятельства предупредить наших детей там, где мы сами были. И Иаков очень сильно переживал за сихем, потому что сихем – это было место, где Иаков потерял свою дочь буквально. Это место, где ему пришлось бежать. Это было место, где его дочь впервые написано по-другому посмотрела на жителей сихема. Она вышла посмотреть на жителей города, как девушки, как девушки в том городе одеваются. Какова культура того города? Проблема в том, что она не видела, что и на нее смотрят, и ее заметили. Заметили ее чистоту, заметили ее невинность. Я удивляюсь, сегодня некоторые девочки свою чистоту продают за огромные деньги. Я удивляюсь, насколько сегодня в этом грязном, порабощенном мире христианская чистота, за нее готовы платить больше, чем за золото. Не с тем, потому что это ценно, а потому что опорочить это. И вы помните, как неприятно было там, как братья, достав мечи, истребили город, как Иаков бежал. И это было очень тяжелое время его жизни. Много вопросов задавал, и вот наступает момент, когда он слышит, что брать, что его сыновья пасут скот, и не в той местности. И Иаков начинает волноваться, ни телефонов, ни узнать, ни посмотреть, ни по интернету, ни социальные сети. Это сейчас открыл Инстаграм, и видишь, с какими стадами, где, в каком городе. Иаков волнуется, и говорит, Иосифу, сходи и проведай их. И он дал инструкцию о том, что Сихем это непростой город. Но знаете, Бог всегда ищет встречи с нашими детьми там, где он может поговорить с ними один на один. Но очень часто нам это тревожно и неприятно. И пришел Иосиф, а братьев нету там. И написано, что он заблудился в поле. Представьте положение Иосифа. Я не знаю, говорят, кто-то сказал, посчитал, что от места, куда Иосиф пришел туда до Сихемы, где-то километров восемьдесят, девяносто. На этот промежуток пути ему дана была пища, ему дана была все необходимые инструкции, он пришел. Что дальше? И вот написано, что когда он там в поле блуждал, когда его жизнь пришла вот этот тупик и географически, и психологически, он не знал, что делать. Иногда наши дети приходят в такой момент в своей жизни, когда им кажется, что все, что им родители говорили, неправда, оно не работает. Они говорят, папа, мама, мир сегодня не таков, как вы жили, и ваша вера помогала вам тогда, когда жили вы. Сегодня она не помогает. И мы не боимся этого состояния, мы начинаем защищать нашу веру. Мы начинаем говорить свой опыт, что происходило с нами в Сихеме. Мы начинаем приводить истории людей, которые потеряли свою жизнь, невинность, репутацию, судьба которых была поломлена только потому, что они вышли в Сихем, завязали отношения с знатными людьми, и на первых этапах это выглядело очень современно, очень красиво, перспективно. Я представляю, как эта девушка пришла к Иакову, к отцу своему, говорила, папа, ты ничего не понимаешь. Емор это очень знатный человек в Сихеме. У него вся власть, у него авторитет, у него влияние. Я могу получить образование, мы больше не будем скитаться по этим палаткам, мы больше не будем пришельцами. Это, наверное, судьба от Бога. Сегодня новое поколение, мы будем жить по-другому. И на первом этапе выглядело это все так. Но когда Иосиф пришел туда, написано, что нашел его некто блуждающим в поле. Вы знаете, я молюсь и говорю, Господи, может быть, с моими детьми может произойти разное. Я знаю, наверное, за некоторые поступки в моей жизни очень стыдно и я, если бы мне было 15 лет сегодня, я бы многое сделал по-другому. Я знаю, что, наверное, мои дети будут проходить этими же схемами и у меня не будет возможности дозвониться, докричаться, но я хочу, чтобы ты встретил их там. В той ситуации, когда инструкции мои закончатся, когда мои слова уже не будут иметь той силы и влияние при всей их любви ко мне. Я знаю, я не всемогущ, я не знаю их путь, но ты знаешь. И Бог, я верю это глубоко, и Бог пришел туда к Иосифу, потому что Иаков стоял на коленях и молился, потому что была власть, потому что был авторитет, который, как родители, мы можем дать в руки Бога за наших детей. И недавно мы проходили очень такую сложную семейную обстоятельство, очень стесненные такие моменты, и знаете, мы садимся на кухне, вы делаете это, я это делаю, мы все, дети ложатся спать, и мы начинаем обсуждать, мы начинаем о чем-то говорить, муж с женой на кухне поздно вечером, какой-то проблеме, какой-то ситуации, и знаете, я помню, после одной такой беседы мы ушли спать очень сильно потеряны, у нас очень часто Бог открывается во сне, но это был тот момент, когда нужен был пророк, нужно слово от Бога, знаете, я звоню одному пророку, а он мне так и говорит трубку, я уже не пророчествую, я не в том состоянии, больше не звони мне, я звоню другому в Канаду, 50 месседжей оставляю мне, не перезванивают, я готов звонить там через Атлантику, говорю там, наверное, вровно нужно позвонить, там на каждой улице пророк, просто звони и будет ответ, и закрыто, и мы ложимся, спать в таком состоянии, засыпаю, и знаете, вижу сон, вижу, вижу сон, который мне напоминает картину из моего далекого детства, вот насколько ребенок может помнить свое детство, я помню, что был момент в моем детстве, когда я с родителями ехал в машине, ну сколько мне лет было, не знаю, но я стоял, вот сзади на сиденье не сидел, а как бы между сиденьями стоял, то есть достаточного было роста, чтобы не упираться в потолок, и помню, мы ехали с родителями в какую-то деревню, какую-то местность через лес, и вот дорога, лесная дорога, вдруг пересекает огромная лужа, вот в моей детской памяти, я помню вот эту ситуацию, и отец так за рулем остановился, Жигули первой модели было, остановился, и смотрит на эту лужу, и вопрос, глубокая лужа и неглубокая, что делать? И вот они с мамой разговаривают, и отец говорит, надо проверить, надо проверить, насколько, потому что если, может быть там канава, и мы просто застрянем в этом лесу, и отец вышел, и я помню, вот я смотрю, через это лобовое стекло, он медленно стал мерить эту, мерить эту лужу, где-то по колене там как-то прошел, и говорит, о, можно боком объехать, мы объехали, казалось бы, какая-то вот ситуация детская, я вижу сон в ту ночь, я вижу, что я еду на машине, за рулем, со мной моя жена, дети сзади, и я вижу, я в том же самом месте, лес, дорога, та же самая лужа, я стою, я встал, поворачиваюсь, говорю, Света, а что делать? Ехать нам через эту лужу или нет? Никого нету, лес, ни связи, ничего, вот я чувствую во сне, что это та ситуация, когда ни служители, ни пасторы, ни помолиться, ничего, вот такое обстоятельство, и я смотрю во сне вот на эту лужу, и во сне, как будто мне мысли кто-то говорит, ты сегодня в той же ситуации, в которой много лет были твои родители, я до сих пор не знаю, что было там, но взвешивая ту ситуацию, которую мы проходили, я понимаю, что родители были точно так же, и вы знаете, я когда проснулся, я понял, что Бог наблюдает за нами, каждым шагом, и в определенный момент Он приходит в таких ситуациях, когда мы потерялись в лесу, когда мы перед такими лужами жизненными, и Он говорит, я Бог твоего Отца, Он начинает говорить нам, и я говорю, Господи, я хочу, чтобы, когда мои дети будут в подобных ситуациях, ты проговорил к ним, я Бог твоего Отца, чтобы они вспомнили, что как ты выводил меня из этих луж, из этих канав, где по каким-то причинам мы оказались, чтобы ты выводил из моих детей, но для этого я должен Богу дать власть, я должен дать Богу право в моей семье, я должен Богу дать право в моей молитве на это, я должен Богу право дать над моими детьми, и я моим детям говорю, вы можете, у нас замечательные отношения с детьми, но я всегда подчеркиваю, где бы вы ни были, да каких бы луж ваша жизнь не закатывала, в каких бы темных местах вас друзья не заводили, никогда не думайте о том, что я вас не вижу, я буду ложиться спать, я не буду проверять вас телефонами, я не буду вам звонить и спрашивать, где ты, потому что все равно у меня человеческий лимит, считайте себя умнее меня, вы обманете, я не буду ставить эти GPS вам на телефоны, чтобы смотреть, проверять, но знайте одно, я хочу, чтобы вы знали, Божье око будет всегда над вами, потому что, как Иаков молился за Иосифа, в той ситуации, где вы будете думать, что вы обманули Бога, обошли Бога, Бог станет стеной и скажет, я имею право остановить свою жизнь, и это твою жизнь, и это право, дано мне твоим отцом, остановить не физическую жизнь, остановить путь, которым ты идешь, остановить мысли, которыми ты движешься, друзья, это сила, это власть, и я верю, когда мы послушны Слову Божьему, когда отцы послушны Слову Божьему в семье, когда жены послушны Слову Божьему в семье, когда мы послушны Слову Божьему, как семья, Бог начинает работать своей властью и авторитетом, Помните всегда про стакан воды. Кто бы что ни говорил, что это неправда, что Слово Божье не оказывает влияния, что в Америке запрещают, что в школах запрещают. Если Бог сказал, это будет. И когда Бог говорит, то написано, что даже если лев заречит на улице, кто не испугается. Господь сказал, кто не будет пророчествовать. Много лет назад мы были в доме одного брата, и я помню, он показывает мне распечатанное пророчество. Знаете, много пророчеств произносятся в этой стране разными пророками, но это, наверное, был 2005 год. И я хорошо помню, Бог сказал в Своем Слове через какого-то пророка, Америке дано время покаяться. Бог говорит, я даю короткое время покаяться, по-моему, там указано было даже что-то 6 месяцев или до года. И я хорошо запомнил, там было написано, пророчество говорил так, придет время, Бог говорит, я допущу время в эту страну, где убийства будут происходить на каждом углу, будут расстреливать на площадях, и полиция не будет успевать приезжать. Я помню, читал, я удивлялся, я удивлялся, и я представлял себе, как это так, будут расстреливать, и полиция не будет приезжать. Но когда я сегодня смотрю на то, что происходит в этой стране, я понимаю, что у Бога власть, авторитет, и рот ему не закроют ни атеисты, ни гомосексуалисты, ни либеральные политики, никто. Но Бог сказал, и Он это сделает, потому что у Бога власть и у Бога авторитет. И если Он сказал, что если я сниму власть и защиту над этой страной, и никто не поможет, то тот же самый Бог говорит, я буду охранять дом твой и твоих детей, и никто не сделает тебе зла, если ты будешь послушен Слову Моему. Я хочу, чтобы мы сегодня помолились, мы склонимся на колени, помолимся, но в этой молитве. Я хочу, чтобы мы помолились за наши семьи, за наших детей, помолились за себя и сказали, Господи, помоги мне быть послушным Слову Твоему, чтобы власть и авторитет Твоего Слова были покровом и защитой. Потому что в страхе Господнем, друзья, великое наследие и благословение. Мы служим Богу, который является огнем поедающим. Но этот поедающий огонь, он может быть огнем защиты, он может быть огненной стеной для наших детей, для наших семей. И никто не сделает нам зла, если мы послушны Богу, послушны Ему Слову и верим Его власти и авторитету. Аминь. Молимся.